Как и в попередние годы, бюджет Гомельской области сегодня социально ориентированный, когда 70% расходов накрывается на новокольном сироте, оказание медицинских и адекватных послуг, да помогу семьям, которые выходят в детей, развитие культуры и спорта. Повинная дотация от Ромаги и Гомельская областная клиническая больница, головная медицинская установка региона. В тот год тут проводится больше 17 тысяч операций, когда 40 тысяч пациентов проходит курс для чайного стационара, и еще до 30 тысяч амбулаторно. То, что для самих же хоров в Беларуси лечится бесплатным, для бюджету весьма значные сродки. До речи сбор на финансование державных расходов по мере 360 рублей, которые предупреждены декретом номер 3. Это кост усягод только 5-дюдного находжения в Звучайной палате. В январе месяце текущего года средняя стоимость одного дня пребывания пациента в стационаре в нашей больнице составляла 76 рублей. При средней деятельности пребывания пациента в стационаре 10 дней в этом месяце, стоимость лечения пациента составила 760 рублей. Надо сказать, что, допустим, один день пребывания пациента в отделении интенсивной терапии и реанимации стоит 510 рублей. А такие рутинные, обычные операции, часто выполняемые, как удаление желчного пузыря, грыжа, сечение, стоят больше 50 рублей. Один из самых значных артикуловых расходов в финансовании системы эдукации, всего лишь на эту сферу, плануется выдавить больше 28% консолидованного бюджету. Самая первая школа при торфозаводе в Гоминском районе была открытая 85 лет тому. Сучастный будинок сдаден на эксплуатацию в 2006-м. Сейчас тут вычисло больше 350 детей. Непосредственно с этого поселка, а также с четырех других вёсок. По околе занятки в школе проходят в одну измену, а лет с наступного научального года в торфозаводской школе планует перейти на двухзменный режим. Такие планы тумачатся ростом количества детей в поселку. При этом, не глядя на относную близкость Гомеля, никто с батьков переводит детей в городские установы, на меру не выказывая. Скажут, что задовольняют всё от якости научения до харчевания, при том, что стравы в школе бесплатные и оплачиваются с бюджетом. Сирот инших артыклов бюджетных расходов – затраты на коммуналку, зарплату наставникам, подвоз наученцам на школьном автобусе и оздоровление. Правда, у старших классах наученцы отдают перевагу заняткам, а не поездкам у санаторы. У администрации установы означают, сучастные выпускники, ориентованные на тримание конкретных профессий, наступным оборудованием, быть запотребованным и досягнуть у житей пыльных вышинь – сегодня это престижно. Старшеклассники, они уже практически, как я уже знаю, они уже выбрали свой путь, они выбрали себе уже дорогу, куда они будут поступать и целенаправленно к этому готовятся. Это, конечно, этому способствовала сегодня работа и классных руководителей, и работа сегодня в коллективах всего учреждения образования. Заразумело, податки люди платят без особливой радости. Разом с ним собранные сродки накируются на финансование таких мероприемств, которые реализуются в интересах самих людей. Значно большинство и выгодно иметь державные школы, больницы и дороги и отшивать себе при этом социально обороненном. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Телерадо, компания «Гомель». Спасибо.